Слава Богу за сегодняшний воскресный день. И может быть, сегодня нет пастыря. Они с братьями поехали помогать, служить, радоваться вместе. Вы знаете, Сергей Домос от нас служит в другом месте. И там конференция, и группа наших братьев, они поехали поддерживать, поддержать их, ободрить, быть для них благословением. Вот мы остались здесь. И знаете, Господь, Он благословит их там, а нас здесь. И всякие уповающие на Бога, если Он хочет расправить крылья, Он расправит. И погрузиться в любовь Божию. Для того, чтобы погрузиться в любовь Божию, надо поверить, что Бог любит нас таких, какие мы есть. Если мы не поверим, мы не сможем погрузиться в любовь Божию. Вот в этот вторник было место Священного Писания затронуто о том, что Бог посадил нас во Христе Иисусе на небесах. И это здорово, звучит классно, прекрасно. Но если мы не поймем вообще, как мы можем быть вот сейчас, живя на земле, мы же живем на земле. И в принципе сказано, что мы будем восхищены от земли, да? То есть мы еще не на небе. Если мы уже на небе, мы не будем восхищены, потому что мы уже на небе. Мы уже посажены, мы уже сидим. Так сидим мы или еще мы на земле здесь живем? Мы живем на земле. Но если мы понимаем, что мы со Христом соединились, если мы верим, что мы с Ним одно, а Он сидит одеснуя Бога, то верою мы там, в Нем, на небесах посажены, во Христе Иисусе, независимо от Него. И пока мы во Христе Иисусе, мы всегда на небесах. Но если мы выходим из Иисуса Христа, не думайте и не обольщайтесь, вы не на небе. Потому что мы на небе только благодаря жертве Иисуса Христа. Он поместил нас. Он поместил нас в себя. Он вошел в нас. Он говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. И говорит, и мы Его тело, мы часть Его. И это благословение. И сегодня это обычное наше служение. И может быть, немножко необычное. Мы забыли поприветствовать друг друга. И кто-то сидит и говорит, ай, собрание неправильно началось. Вот Сергея нет, и уже все не так. То есть забыли поприветствовать. Знаете, хотя посмотрите друг на друга, кивните головой, чтобы особенно тот, кто ждет, что вы кивнете ему головой. Вот, кстати, кивнуть головой можно через 20 рядов даже. И тоже улыбаетесь так широко, чтобы все подумали, что вы именно им улыбаетесь. Ну, вместите. Помните, апостол Павел, он говорит, вот вам в моем сердце не тесно, но в ваших сердцах тесно. Я часто молюсь Богу, Господи, помоги, чтобы в моем сердце не было тесно, чтобы оно действительно было открыто. Знаете, когда ты смотришь, где-то видишь людей, просто даже врачей каких-то показывают, или людей, которые открывают сердце для людей, которые сопереживают, которые несут, и ты понимаешь, что ты, как христианин, у тебя должно это проявиться ну в сто раз больше. Что вот отдать любовь, в принципе, вот ту заповедь, которую Христос дал нам любить и друг друга, Он знал, что говорил. И когда Он говорил, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, Он знал, что сила есть в любви. И наша потребность больше всего именно любить и быть любимыми. Быть благословением друг для друга. Поэтому это нормально нам изменяться, понимая то, что мы сами по себе люди, но не в состоянии именно исполнить то, что Бог ожидает от нас. Не в состоянии так любить, чтобы эта любовь протекала дальше. Поэтому мы можем нуждаться в том, чтобы любовь, так же написано, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И поэтому это уже не наше. Вместе с Духом Святым Он помогает нам преодолевать трудности. И я знаю, что многие из нас выехали из Украины, или украинцы по национальности, и переживали, сопереживали вот эту неделю, когда было очень тяжело там на Украине. И молились, и молились много, молились с постом многие. И когда вот сейчас кончилось кровопролитие, это так радостно для всех нас, да? Вот эта сила молитвы, сила любви, она сильнее, чем оружие. Мы понимали, что там становится конфликт, и он становится все сильнее и сильнее, и сила набиралась и стоя с другой стороны, и мы понимали, что это не разрешение конфликта. Это была грань гражданской войны, когда украинец убивал украинца. И это была печаль и траур. Но мы знаем, что молитва Божия, и вот эта любовь, она сильно разрушает всякое противостояние. И поэтому мы благодарны Богу, что он уже вступился, и будем продолжать молиться и за Украину, чтобы правильное правительство пришло, и было благословение для народа украинского. Поэтому, я думаю, вы сопереживаете, и вы будете все, мы будем рады. Мы как одна семья во Христе Иисусе, и еще плюс к этому, если Россия и Украина, мы так переплелись. У меня жена украинка, ну и половина у нас, то или родственники, или друзья это украинцы. Мы все одна семья. И сегодня у нас хороший воскресный день, и мы рады приветствовать тех, которые смотрят нас по интернету. Мы надеемся, что вам уже было с нами приятно, и мы желаем вам благословения в сегодняшнем воскресном дне. Пусть благодать святая трудится над вами. У нас сегодня есть гости, и вот Валерий Короб будет после проповеди как раз исполнить несколько своих песен. Многие имеют у вас диски его, много слышали. И я знаю, что Бог вдохновляет его на пение, именно дает эти слова, эту музыку, но атмосферу создает его жена, и она сегодня с ним здесь. Я знаю, что не было бы, даже вдохновения от Бога не услышишь, когда нету мира в семье, когда нету рядом согревающего человека. Поэтому мы очень благодарны, что вы вдвоем сегодня. Спасибо, что ты поддерживаешь мужа, это здорово. И вот у нас, понимаете, служение все-таки начинает армян, и в конце армян, потом опять будет нам Сергей мать Васьян с нами, и у него еще друзья. Так что мы вот действительно такая вот семья во Христе Иисусе, мы одно целое. И не случайно за армян говорят, что они стали христианами еще до того, как Христос пришел, да? Потому что вот мы когда с арменом говорим, он говорит, да-да-да, я же не просто так армян, а я исакян. Это я вот там, ну прям почти внук Авраама. То есть совсем-совсем рядышком. То есть мы именно понимаем, что мы одно целое во Христе Иисусе. И сегодня мне хотелось бы говорить на тему именно вера наша спасает нас. Спасение через веру. И может быть, я тема сама родилась именно потому, что сейчас в последнее время многие христиане стали искать свои иудейские корни, еврейские корни. Вот я еврей. А почему ты еврей? Потому что прабабушка там была какая-то Авдотья, Авдотья оказывается, ну то есть я не очень разбираюсь в этих именах, но вроде слушаешь русское имя, говорят, да нет, это самое настоящее еврейское. Думаешь, ну ладно, раз еврейское, значит еврейское. И вот когда люди начинают как бы усиленно искать свои иудейские корни, или еврейские корни, и ищут это уже христиане. Если бы это просто люди, язычники, да, и наконец сказали, все, мы не хотим быть язычниками, мы хотим поклоняться единому, живому Богу. Нам надоело это все язычество, это идало поклонство. И они ищут, это похвально, это здорово. Но когда христианин начинает искать свои иудейские корни, я думаю, а зачем? То есть, в принципе, неплохо, если я русский, и мои дети русские, они будут говорить, что они русские, через там 10 поколений, я ничего не имею против, да? Ну когда христианин, вроде все нормально, вроде уже все получил во Христе Иисусе, и вдруг, и вдруг он начинает как-то, ну так, так натягивать. Главное бывает, что в семье, смотришь, там может быть, там 5, 6, 7 человек, и все говорят, мы русские, или украинцы, или там белорусы, да? И вдруг один из братьев говорит, а я еврей, и чистый при том еще. Думаешь, как так интересно происходит? И вот, вот думаешь, ну почему, по какой причине все же таки вот мы начали какое-то такое брожение идти, да? И есть, времена разные были. Вы помните, с самого начала, когда Христос пришел на землю, то написано, пришел к своим, пришел к евреям, пришел в Израиль, пришел к своим, и свои не приняли его. Статистика богословы, исследуя Писание, говорят, что во время трех с половиной лет служения Иисуса Христа на земле, исполнилось 330 пророчеств о нем, которые были сказаны в Ветхом Завете. То есть на три года 330 пророчеств. Если распределить на три года, получается, в три дня одно из пророчеств исполнялось, одно из пророчеств исполнялось. И были раввины, были те, которые читали в подлинниках, те раввины, ортодоксы, фарисеи, и они смотрели Слово, видели исполнение в Иисусе Христе, и они не принимают Его. И с самого начала иудеи, евреи, они гнали христиан. Вы помните, апостол Павел, говоря о себе, я фарисей из фарисеев, еврея от еврея. По учению фарисей воспитывался у ног Гамалиила, это лучший, это несравненно лучший был учитель в то время. И вот он говорит, я по ревности гнал Церковь Божию, но его по милости Господней Иисус остановил на пути, свет осиял, он упал с лошади там, и говорит, кто ты? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. И то есть с самого начала евреи гнали, и вспомните деяния апостолов, то именно везде, где не появлялся апостол Павел, везде евреи воздвигали гонения на христиан, и это продолжалось много-много времени. Хотя были частично уверовавшие из иудеев, помните, когда Павел пришел в Иерусалим, то Иаков и все остальные апостолы сказали, посмотри, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они еще ревнители закона были, да? И была эта часть евреев, которые были христианы. Но потом в истории мы не видим как таковую церковь из иудеев. Появляется новая церковь, церковь из языческого народа. И начинается обратная сторона. В жизни всегда так бывает, что гонимы становятся гонителем. То есть сначала христиане были гонимы иудеями, потом христиане начинают гнать евреев. И они гнали их очень сильно, преследовали. И знаете, вот вы все, которые читали последние, может быть, книги, которые появлялись, там, говорится, рассказывается о многих-многих событиях, которые происходили в мире, как католическая церковь. И многие, даже начинающие, протестантские церкви, те светила, на которых мы даже равнялись, брали самые лучшие проповеди именно из Среднего вековья. Иоанн Златоуст, который, ну, замечательнейшие проповеди, которые, если вы читаете, вы восхищаетесь им. И он был антисемит. И многие, многие другие. И до нас, до христиан, последнего времени, протестанты, нас воспитывали, что мы должны любить народ израильский, и мы понимаем, что мы, мы вот, незаслуженно. Вы помните, вот написано, что они неверием отпали, да, а мы верою привились. И так, не гордись, не гордись, не говори, не превозносись над евреями, да, но бойся, если Бог тебя, который вообще, в принципе, неприродно, и привил, то не может ли он опять восстановить еврея? Конечно, может. Конечно, это легко, потому что она опять привьется, говорит, она опять будет жить. То есть, у Бога не остается народ израильский, как ни при чем. Но, когда мы начали это исследовать, когда мы начали это читать в книгах, то появилось какое-то чувство вины, что ли, перед Израилем. Вы понимаете, помните, в одно время христиане призывали, давайте совершим покаянную молитву перед евреями. И мы это приняли. Я сам, когда в Астрахани был служителем, то я даже организовал такую акцию, как бы покаяние за всех христиан, что они причинили евреям. И мы договорились, встречи, но там в администрации города вызвали и сказали, ни в коем случае не делай, это получается национальная вражда. То есть я не знаю, почему они решили, что это национальная вражда, в общем, чтобы с ней не... У нас и так с евреями все хорошо, так они говорят. Нечего говорить, что как будто им там что-то обидели. Но факт тот, что вот это само положение, когда мы как бы приняли нашу вину, мы начали как бы всегда считать себя, как будто мы виноваты, когда ничего не сделали против евреев. Я никогда-никогда не думал о них плохо. Ну, анекдоты про евреев, если может рассказывал, но они там все хорошие, они всегда евреи лучше всех. Они самые умные, они так вот раз-раз все обставят, у них все хорошо, а у нас все плохо. Ну, нормально. То есть мы понимали, что это благословение Господне. То есть мы, в принципе, не смеялись над ними, мы смеялись больше над собой, потому что нам доставалось. Вот. И мы любим народ израильский. И то место священного писания, когда говорится, всякий благословляющий тебя будет благословен и проклинающий тебя будет проклят, это говорится о Врааме и его наследии. Да, мы приняли это. Но мы настолько приняли, что мы начали обожествлять уже евреев и думая, что они в каком-то особенном таком прелегированном положении находятся по отношению даже к христианам. И поэтому вроде христианину кажется, ну хорошо, спасен, но вот еще бы печать, паспорт, что евреи вообще классно. То есть уже как бы, ну и знаем же, что Христос в Иерусалим же придет, это я уже там. То есть не надо потом поднимать Богу, там трудиться, переселять меня туда, в Новый Иерусалим, я уже на месте жду его. И вот, ну в то же время в Иерусалиме и в Израиле не так хорошо, вот в нашей, даже церкви есть беженцы из Израиля. Так что, ну как бы подумайте, стоит ли так быстро торопиться. Есть время, когда, говорит, евреи все равно погонят. Помните, есть рыбаки, которые рыбак ловят на приманочку. Сейчас они приманивают там всякими. А потом, говорит, охотники появятся. Охотники уже без приманки. Палят так, что бежит, куда лишь бы флажка не было. А то и через флажок. Вот это отношение между евреями и христианами. Плюс к этому, мы живем в особенное время, которого не было, две тысячи лет. Время, когда организовалось государство Израиль. Две тысячи лет. Израильского государства не было на земле. И вдруг, мы христиане, мы знаем, что пророчески должно быть государство. Должен Христос прийти вот туда, в Иерусалим. Мы знаем, что оно должно быть. И вдруг в 48-м году, казалось ниоткуда, восстает из пепла государство, которых вообще не было. Были евреи, они везде были, но они везде как будто в России русские они были, в Украине украинцы, в Польше поляки. И вдруг, вдруг государство, и мы смотрим, как чудесным образом Бог восстанавливает его. Мы смотрим, и мы видим, Господи, какие чудеса ты творишь. Знаете, в момент 48-го года, это было самое неподходящее время, когда объявлять государство израильское. Когда арабские страны уже вооружились, когда евреев было всего горстка там, и у них не было оружия, у них там, по-моему, в запасе было всего три танка, два самолета и пять пушек, которые они купили, но еще они не приехали в Израиль. И вокруг пять стран, вооруженных до зубов, которые готовы растоптать их. Тем более, они говорили, что они идут к этому, чтобы объявлять государство. Они говорят, да как только объявят, мы их прямо вот тут и в море. И вдруг, сверхъестественным образом, когда они приехали, израильские там, дипломаты в Америку, Америка сказала, ни в коем случае не объявляйте сейчас Израиль, вы погибнете, не надо это делать. И они, однако, берут и объявляют в тот день, в который назначили, и появляется государство Израиля. И ни одни новости сейчас мира не обходятся о том, чтобы не сказать, что творится в Израиле. Хотя по территории это так, смотришь, думаешь, вау, вообще ничего, тем более по нашим российским размерам и американским здесь, да, какая-то такая маленькое-маленькое государство. И там и людей-то не так и много. Но мы видим исполнение Священного Писания. И мы начинаем более вникать. Потом вот эта шестидневная война, ну, которая вообще всех поразила, вообще, то есть, арабы, которые, наметили уже вот все истребим Израиль и не будет больше вообще его такого государства, ну, просчитались на несколько часов, значит, если бы через несколько часов, то они бы победили. А так как на несколько часов Израиль начал, то ни один самолет даже не взлетел. Они купили у России столько много самолетов, столько миллиардов затратили, а они все на взлетной полосе там и были разбомблены. Израиль опередил их, и мы видим, что говорим, вау, Бог над всем этим стоит. Мы видим, что Бог сверхъестественно восстанавливает государство Израильское. Мы видим, Бог проявляет чудеса, и не только во время этой, ну, именно шестидневной там войны или во время провозглашения государства Израильского. До этого были события, которые говорили, что Бог продолжает обращать внимание на свой народ. Вообще, евреи все не уезжали из земли Израильской. Оставалась хотя бы часть поселения. И одно из поселений, оно жило там в горах, и еврейское поселение, это еще было до того, как государство Израиль было объявлено, это где-то, может, лет за 30. Арабы знали, что здесь живут небольшая группа евреев, и они собрались со всех окружающих сел, мужчины, вооружились, и решили в 2 часа ночи просто прийти и вырезать всех евреев, мужчин. Ну, они подумали, что этот поселок, ну, неудобно идти с этой стороны, здесь кладбище было очень видно, они обошлись с леса, и когда они уже приблизились к поселку, они вдруг увидели, что стоят там 6 огромных людей, одетых в халаты. Мы не подумали, евреи, видать, дозорных выставили, пойдем с другой стороны. Они обошлись с другой стороны, пришли с другой стороны, опять стоят 6 этих. Они опять ушли, думают, ты с этой стороны поставь, давай тогда через кладбище. Идут через кладбище, подходят, ближайшие, опять эти же стоят, воины, они вроде вперед, а те как вытащили мечи, они огненные. Весь поселок спал, один только раввин в это время исследовал Писание. То есть Бог сверхъестественно посылает ангелов защищать еврея. Потом, когда происходила эта шестидневная война, и там война за освобождение, вот это происходило, в это время было такое событие, когда пятеро еврейских мальчиков 18-19 лет, они защищали одну из высот, и на них наступало большое войско арабов. И у них оставалось всего по пять патронов, они собрались и говорят, мы можем еще по четыре патрона выпустить, и один оставляем себе, потому что нельзя сдаваться в плен. Они выпустили эти четыре патрона, и когда у них осталось уже только по патрону для себя, один из них выглянул и говорит, слушайте, они убегают? Все это войско убегает? И потом эти солдаты, которые остались живые, они рассказывали, они делились, что вот происходило такое событие, и прошло 19 лет, и они на одном из опять встречи какой-то израильской, они говорят, слушайте, вот был такой случай, нас оставалось пятеро, и вдруг арабы убежали, и вдруг один араб подымает руку, говорит, слушайте, это было на такой-то горе, он говорит, да, это 19 лет назад, да, вот такой-то день, да, я, говорит, один из арабов, который наступал вместе со всеми, он говорит, в чем дело, почему вы побежали? Он говорит, там дело, что Авраам стал, огромный Авраам, и показал нам, вы куда идете? И мы, говорит, страхи убежали, и вот когда мы слушаем вот это все, что совершается в Израиле, мы думаем, о, Господь, ты особенный, какое-то у тебя отношение к Израилю, не такое, как к нам, к христианам, простым из язычников, и мы начинаем думать, вот бы здорово, и вроде христианины, ну и тут еще бы как бы и печать в паспорт еврей, и тем более сейчас это как бы, ну нормально, да, вот если бы там в России, в Советском Союзе бывшем, или там еще хуже среди немцев там, да, и говорить, что я еврей, там евреи все были уже не евреи, и фамилии другие, и имена другие, а сейчас выгодно стало, и государство хорошее, с ним считаются, и знаем, у евреев деньги все, почти, да, и мы, в принципе, ну не против, вот как Армен говорит, деньги нейтральные, потому что нейтральных денег побольше в карман, то есть, а потом посмотрим, как, то есть, поделимся с Богом, Господи, дай мне, ну хотя бы миллионы, я двести тысяч отдам, на дело Божие, а восемьсот себе, ну себе чуть-чуть оставлю, восемьсот тысяч, а тебе двести аж отдам, то есть, если ты мне миллион дашь, то есть, ну и мы, в принципе, понимаем, что евреи образованы, богаты, и мы говорим, вот, и я еврей, ну из-за этого образования богатство сразу не придет, то есть, ну это неоднозначно, что все, назовись, назовись евреем, и у тебя все будет хорошо, это процесс жизненный, и все-таки, вот в чем преимущество быть евреем, вы помните апостол Павел в послании к Кремлям, говорит так, итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания, и говорит, великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие, это в третьей главе послание к римлянам, читал я первый, второй стих, но в девятом стихе он говорит, итак, что же, имеем ли мы преимущество, нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, все под грехом, с одной стороны, он говорит, великое преимущество, с другой стороны, мы доказали, что нет никакого преимущества, и вот пойми апостол Павел, что ты хотел сказать вообще, так что нам вот этот первый стих слушать, или девятый твой стих слушать, ты же сказал, что великое преимущество во всех отношениях, поэтому мы и хотим им быть евреями, а ты тут говоришь, мы уже доказали, что вообще нет никакого преимущества, зачем тогда быть иудеем, итак, вот как же нам все-таки разобраться, в чем преимущество, и в чем мы обделены, и обделены ли мы чем-то, будучи верующими в Иисуса Христа. Стоит ли нам еще искать чего-то, что-то Бог нам не додал в Иисусе Христе, то, что Он дает евреям? Во-первых, надо помнить о том, и Священное Писание говорит о том, что первым евреем, которым можно назвать евреем, это Авраам. И почему? Он назван другом Божиим. поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он получил обетование, это Авраам получил обетование о том, что в тебе благословятся все народы. Хотя еврейская, так сказать, нация появляется, еще не государство, еще просто нация, но Бог отделяет и отделяет по одной простой причине. Поверил Авраам Богу, и это вменилось. Еще не было обрезания, но он выделен из народа всего. и если вы смотрите, читаете Библию, то мир как будто разделился. Есть Израиль, и даже вот апостол Павел, вот послание, мы будем зачитывать места Писания, он так и говорит, вот евреи и язычники. То есть, как будто существует всего, всего на дни, это вот Израиль, еврейское государство и язычники. То есть, остальные народности для Бога это язычники. А почему? Потому что Авраам поверил, что существует один Бог невидимый, не статуэтка, не камень, не звезды, не солнце, не ветер, не огонь, просто Бог, который создал все, и он управляет вселенной, он творец, и нет другого Бога, и все это идолы, это железки, это деревяшки, это какие бы ни были золотые или изумрудные, это ничего не значит. И Бог говорит, вера твоя в меня, она вменяется в праведность, это самое дорогое, что мне нужно, и я благословлю в тебе твоих потомков. И именно вы будете возвещать во всем народе, что есть единый Бог всемогущий, который сотворил вселенную, и который не кончается, и который будет править вечно, и он Бог, Бог Богов и Господь господствующих. И поэтому народ израильский, в этом плане апостол Павел говорит, великое преимущество, потому что им верено Слово Божие, благодаря им не только закону, если о законе написано, закон был детоводитель ко Христу, то еврейское государство, евреи, они были тоже детоводители ко Христу, они показывали, что вот есть служение живому Богу, всемогущему, да, они отступали, да, они были неверны, но всегда они возвращались к поклонению единому Богу, они отступали, они делали, кланились идолам, Бог наказывал их, но везде это главная мысль, поверил Авраам Богу и назван другом, и он сказал, что я благословлю твое наследие, я благословлю, я распространю их, они будут моим народом, он показывал ему небо, и говорил, сколько звезд на небе, столько у тебя будет потомков, и он не изнемогший в вере, но Авраам, хотя мы, может быть, не очень видим именно в бытие, когда описывается, но когда Авраам, и говорится уже в послании к евреям, то говорится, он говорил, что он странник и пришелец на этой земле, он говорил, что он здесь только странствует, у него нет здесь еще города, и тем самым Писание говорит, он говорил, что он ожидает города, которого художник и строитель Бог, то есть, когда еще не было Христа на земле, когда не было еще написано ни одной строчки в Библии, он верил в Бога, благословляющего не только на земле, но благословляющего небесным благословением, он отвоевал для своего потомства вечные благословения. И вот народ израильский, он живет, проходит через очень трудные обстоятельства, мы выборочно, мы выбираем то, что нам хочется увидеть, мы увидим благословение Израиля, мы увидим чудеса, мы восторгаемся, и мы, может быть, не так сильно обращаем внимание, сколько было трудностей, сколько, через что пришлось пройти народу израильского, одно рабство, 400 лет, рабство, ну мы читаем о Иосифе, и говорим, посмотрите, из рабов сразу фараон, и нам так хочется, мы все видим себя фараоном, рядом с фараоном сидящим, мы никак не можем представить, что он умер, Иосиф, другой стал царь, который не знал Иосифа, и они были рабами, они говорили, где Бог наш, где тут Бог, о Котором говорил Авраам, где тут Бог Исаака, Иакова, Бог Израиль, Он поставил просто народ, что вот это, что я хочу, чтобы вы поклонялись только мне одному, и сам Израиль, это детоводитель был ко Христу, потому что Он показывал нам отношение Бога к греху, к противостоянию, к отпадению, к ропоту, мы знаем, это места Священного Писания, и когда мы сейчас смотрим на Израиль, и видим, чудеса такие происходят, такие замечательные действия, и думаешь, ну, может быть, Бог какой-то стал двойных стандартов, с одной стороны, Он Бог наш, христиан, и требует любить и врагов, и благословляет и ненавидящих, и с другой стороны, Израиль, который истребляет врагов своих, убивает их, и готовится к войне еще большего масштаба, да, и у нас какое-то, может быть, в голове недопонимание, но как же, как же ты Бог, как нам тебя понять, потому что мы думаем, что если чудеса и знамения, то уже там и Бог, там и Божье присутствие, и там как будто, как будто народ особенный, если уже Бог там такие чудеса творит, то значит это особенный, какой-то особенно благословенный народ, но чудеса становления, государства и благословения сейчас, происходящие над Израилем, это то, что Бог сказал в Слове Своем, Бог сказал, что так будет, и оно совершается независимо от того, насколько святые или грешные евреи, и даже мало того, некоторые вот свидетельства тех евреев, которые были участниками организации государства, войны этой, некоторые действительно говорят, мы видим Бога, что Бог стоит над этим, но многие говорят, мы атеисты, мы вообще не верим в Бога, это наше вот просто желание такое, мы такие крутые, мы вот решили и противостояли, и один из нас там тысячи погнал, мы такие, и он абсолютно говорит, я не верю в Бога, при чем тут Бог, и в Израиле по сей день очень много атеистов и разных грешников, знаете, когда Бог выводил народ израильский из плена египетского, мы не видим, что у них было особое духовное состояние, такое вот, за 400 лет они стали, ну, такими святыми, но поклоняются Богу только, их как бы не, они идут в Богу и Богу, не видим этого, они скорее не готовы даже были и Моисея слушать, они чуть больше там кирпичей надо, солому собирать, и уже им не надо и свободы, не надо выход, говорят, да слушай, да прекрати, давай, вот из-за тебя ты там пошел, там какие-то знамения, чудеса, ну и что там происходит сверхъестественно, а нам кирпичи здесь теперь делать, то есть они готовы были побить камнями Моисея и Бог совершает чудесным образом исход их из Египта, да, знамения, эти чудеса, ну сверхъестественные, ну вот, ну на их глазах, ну вот они живут на этом пятачке земли, ну столько Бог являет, да, и вот они раз подходят к Черному морю, они уже ропщат, они говорят, слушай ты, что куда нас вывел, то есть совсем забыли эти десять казни египетских, и когда проходит через море, море раступилось, мы до сих пор смотрим, еще фильмы сейчас с этими эффектами, да, ааа, как вода с обеих сторон пошли по-сухому, как хочется, думаешь, вот бы там пройти, вот это да, вот это сила Господня, и действительно они испытывали это, да, и песню потом какую пели на той стороне, когда перешли уже, когда египтяне потонули, ну тут совсем немного времени проходит, Моисей пошел от Бога заповеди эти, да, приходят, они уже поклоняются идолу, и Бог, который, если поглядеть, такие чудеса, такой, такой, такой народ особенный, это так Бог их всех полюбил, это вот вообще все так классно, а Бог говорит, Моисей, уйди, я их сейчас истреблю в один момент, как? Он говорит, да мне поклоняйтесь, то есть ревность Бога, она остается, пришли, цель была, земля обетована, выйти из плена, прийти в землю, которую Бог приготовил, говорит, а не сможем, и Бог говорит, ни один не войдет в землю обетованную, но ведь над ними ночью столб огненный, над ними днем столб облачный, ну представьте, мы приходим, сейчас, потому что здесь свет стоит, столб до небес, да все церкви в округе сбегутся, будут приходить только из-за того, что у нас здесь столб огненный, столб облачный днем, а у них 40 лет ходят вокруг горы, умирают один за одним, одежда не уменьшает, болезни нет, манна падает с неба, едят до избытка, и ни один не входит в землю обетованную, кто кроме Иисуса Навина и Халео. Понимаете, то есть то, что мы видим чудеса и знамения, это не говорит, что они спасены, что для них открылось небо. если Бог сказал, что в Иисусе Христе единый путь к Богу через Иисуса Христа и нет другого пути, и это не важно, еврей ты или не еврей, если ты хочешь пойти другим путем, ты не сможешь, Бог не играется, Бог остается верным, и это наше решение, каким путем мы пойдем. Апостол Павел, когда в определенное время к римлянам он тоже в 11 главе говорит, вам говорю язычникам, как апостол и язычников я прославляю служение мое. То есть у него была какая-то особая молитва, особая просьба, разговор, диалог, обращение к язычникам, говорит, вам говорю язычникам, я прославляю мое служение, я, говорит, сделан апостолом для язычников и я прославляю это служение, я, говорит, иудей, я обрезанный, но все нормально, но когда я узнал, что человек оправдывается верою только, то я все почел счетую для того, чтобы быть во Христе Иисусе, потому что в Иисусе Христе дарованы нам обетования и для вас, язычников, я прославляю служение мое. И я хотел бы, чтобы сегодня именно мы увидели, что значит то, что мы приобрели через веру в Иисуса Христа, какие драгоценные обетования и то, что мы имеем во Христе Иисусе это могут иметь евреи только во Христе Иисусе, и без Него они не могут иметь этого. Без Иисуса Христа они потеряют все то, для чего они организованы даже. Итак, законом, написано, закон был детоводителем ко Христу. Почему он был детоводителем ко Христу? А потому, что он открыл всем людям, что они грешники и плюс к этому несостоятельные, они не могут сами себя переменить, они не могут стать праведными, они видят закон справедливый, они слушают его и говорят, вау, заповеди какие, ну классные, да, Господу Богу будем служить и Ему одному поклоняться, они провозглашают это и тут же отступают. И на протяжении времени много было ревнителей закона, много было тех, которые старались исполнить закон, и они видели, что они не в состоянии это сделать. Помните это выражение апостола Павла, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Вот это состояние, потому что здесь апостол Павел говорит, мы доказали, что как иудеи, так и елены, все под грехом, как написано, нет праведного, нет ни одного, это Кремленам 3 глава, 9 стих, мы доказали, что все под грехом и нет праведного, нет ни одного, и вот здесь приходит Иисус Христос для того, чтобы оправдать уповающих на Него. И мы, наверное, прочитаем несколько мест Священного Писания. Давайте, наверное, прочитаем. Ну, здесь же из 3 главы Кремленам 20, 21, 22 стих говорит так, «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Правда Божия через веру. Правда Божия через веру. Я так хочу, чтобы сегодня мы увидели эту драгоценность, которую Бог дал нам через веру. Здесь написано, что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, а открывается правда Божия. И 28, 29, 30 стих «Мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников, конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и не обрезанных через веру. Нет различия. Если ты обрезанный, но ты не веришь, ты не оправдываешься. И дальше. Кремленам 4 глава 9 по 14. Я старался, у меня столько мест было писания, которые я хотел прочитать, я старался урезать как можно меньше стихов, чтобы было. Кремленам 4 глава 9 по 14 стих. Блаженство сие, то есть быть праведником, относиться. Там он Давида приводит, Давид говорит о том, что как блажен человек, которого Бог оправдывает независимо от дел. И вот потом он говорит, это Кремленам 4 глава 9 стиха, блаженство сие относит. Блаженство блаженно, счастье, счастье это относится к кому? Вот смотрите, счастье, да? И счастье сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорили, что Авраам, Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел внеобрезание. Так что он стал отцом всех верующих внеобрезание, чтобы и им вменилась праведность. А отцом обрезанных не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он внеобрезание. Ибо незаконом донровано Аврааму и Семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетно вера бездействены обетования. Смотрите, какое интересное место. Если утверждающиеся на законе, то есть евреи, которые говорят, мы хранители закона, мы утверждаемся на законе. И он говорит, если утверждающиеся суть наследники, если они наследники Божьих благословений, то, говорит, тщетно вера бездействены обещания. Обещания действуют только в людях верующих. Само государство израильского, Израиль, это как пример народа, поклоняющегося единому Богу. Законодательства многие даны как для государства, для государственного устроения, но принадлежность к евреям не спасает в жизнь вечную. И если мы внимательно почитаем, когда благословение и проклятие, на горах там произносит Моисей заповедовал это, Иисус Навин это сделал, то там благословение, когда мы читаем это благословение, касающееся земли. И мы сейчас, будучи христианами, смотрим вот именно в это положение, в это время, не тогда, когда немцы гнали, сжигали, уничтожали евреев, а когда сейчас смотрим, они стали вроде богатые, они стали вроде государством, их стали почитать, их стали признавать, и вдруг мы начинаем говорить о своем еврейском происхождении. Но еврейское государство, оно есть, как утверждение божественного предопределения, поклоняться и служить единому Богу. Но даже сейчас мы восхищаемся, смотря когда показывают ортодоксов с косичками эти, которые там читают, которые в субботу там все исполняют, углубляются. И сейчас многие возвращаются и начинают читать уже не Новый Завет, а только Ветхий Завет. И плюс к этому не толкование христиан, а только толкование раввинов, раввинов, которые в принципе и до сих пор отвергают, что Иисус Христос был Мессия. Эти, которые ортодоксы, которые вникают в этот Ветхий Завет, они говорят, это был обманщик. А мы говорим, они спасенные, потому что смотрите, как они поклоняются Богу. Смотрите, а когда Христос был, разве вы думаете, фарисеи не так поклонялись Богу? Разве они не были ревнители? Но Христос, почитайте, как Он говорит о фарисеях, вы горе вам, книжники и фарисеи, горе вам! Мы хотим такого благословения? Понимаете, само то, что они сейчас ожидают, Мессию настоящего, как они говорят, помните, Христос говорил, вы меня отвергли, а придет тот под именем Своим, и вы его примете. А когда Христос придется своим вторым пришествием, написано, возряд на того, которого пронзили, да, не возряд, да, остаток спасется, да, и сейчас всякий еврей также имеет спасение по вере, всякий, принимающий Иисуса Христа как личного спасителя, он получает вот эти обетования, он без Христа обетования тщетны. Поэтому то, что мы имеем во Христе Иисусе, мы имеем full package всех благословений, и не только небесных, но и земных. Просто израильское государство, Бог показывал, и они из поколения в поколение, служа единому Богу, они приобрели благословение на земле. Мы христиане, мы, может, в третьем, четвертом, там кто-то в пятом поколении, мы начали зарабатывать благословения для своих детей, и мы в материальной сфере благословены тоже. Но наше богатство на небесах, земля и все дела на ней сгорят. Но мы имеем по обещанию Бога и обетования во Христе Иисусе, да и аминь, они исполнятся. Аллилуйя! Все, что Бог пообещал во Христе Иисусе, оно принадлежит нам не по делам, а по вере. Верующим вменяется в праведность, и обетования становятся сильными в нашей жизни. Если кто-то хочет быть евреем, потому что думает иметь богатство, иметь образование, но ведь не богатство и не образование не дадут жизни вечной. Что нам, христианам, нужно еще? Что нам не хватает во Христе Иисусе? Чем Бог нас обделил? Вы помните, место Писания говорит, если к евреям Бог по долгу, потому что Он пообещал, а к нам, язычникам, почему? Если евреям по долгу, а язычникам, если почему Бог протянул руку? Из милости. Бог помиловал. Для чего? Чтобы славить Его. Понимаете, вот когда дитё воспитывается у нас в семье, и мы его кормим, одеваем, покупаем новую одежду, мы даем, одеваем, мы сами наслаждаемся, когда он одетый. Они даже как бы и не обращают внимания, они по долгу принимают от нас. И потом говорят, когда взрослый, естественно, да вы и должны, вы же родители. То есть ты отрываешь от семьи заработанные деньги, даешь там 100 долларов. Он так говорит, ну да, спасибо. Но когда дядя Коля придет к моим детям, и говорит, вот я тебе даю 100. Он будет через 20 лет вспоминать, я вот ездил на миссию, и мне дядя Коля подошел и 100 долларов дал. А что родители дали, даже не заметят. Почему? Потому что я по долгу, а он из-за милости. И вот Бог говорит, слушайте, вы хотите в какое положение быть? Или благодарное сердце за то, что Бог по милости помиловал вас? Или хотите просто войти в такое положение, когда вроде будете принимать, но ты и должен, я же еврей, благословлят мне. Бог видит, что здесь потеряно было, вот в Израиле, вот это отношение, отношение благодарного сердца. Они перестали понимать, что они вырваны из этого мира. Почему Бог часто говорит, посмотрите на глубину рва, из которой вы извлечены, скалу, из которой вы отсечены, ну вы же были одно с миром, вы же, ну посмотрите на ваших праотцов, они поклонялись идолам, они шли в ад прямой дорогой, и я вас вырвал отсюда. Сколько раз Он говорит Израилю, я взял вас, ну никчемных, ну в кровях, ну плохих взял. А вы? Понимаете, чтобы мы не потеряли вот эту новизну, новизну откровения Божия о Его милости к нам, о Его любви к нам, о Его благословениях, о том, что Он заповедовал нам. мы не обделены от Израиля ничем. Бог помиловал нас, Бог проявил Своё милосердие. Когда апостол Павел насадил в Галатах церковь, и он увидел просто, он восторгался Богом, который, ну вот, ну вообще язычников, в котором, ну нет, было обещания никакого, которые, ну в принципе, ну вот, были идолопоклонники, он прихошел, они там, ну все, никто не знает Бога, и вдруг они приняли Иисуса Христа, получили крещение Духом Святым, они счастливы, они ликовали, они торжествовали, и он видел торжество благодати Божией, что здесь, здесь благодать Божия не по заслугам, ну вообще не евреи, вообще ничего не обещал Бог, и вдруг по Иисусе Христе и так благословил их, они ни в чем не имели нужды в духовных откровениях, они, они приняли через веру Иисуса Христа, и они стали частью благословенного, спасенного народа, и он просто торжествовал, и вдруг от Иакова, из Иерусалима, столпы церкви, приходят в Галатию, и говорят, апостол Павел вам не все рассказал, как сейчас некоторые говорят, да, апостол Павел, это, ну знаете, как бы почти случайно и в Библию-то попали, его послали, вот, вот раввины говорят, и вот они пришли, и говорят, слушайте, если не обрежетесь, спасение-то вот под вопросом, обрежетесь, ну, совсем другое дело, все нормально, ну, и закон там, кое-что, празднички там у нас все-таки годовые есть, там месячные, помните, он говорит, вас осуждают за праздники, новомесячные, там все, и вот Павел вдруг, бах, услышал, они уже начали готовиться в очередь, он говорит, служите вообще, он говорит, вы вообще, он так, так резко пишет, некоторые говорят, да чего вы, говорите там за евреев, как будто там чего-то, что-то значит, ну, почему вдруг вы этот вопрос поднимаете, ну, если кто-то захотел быть евреем, ну, если кто-то захотел уходить, ну, апостол Павел почему-то не смирился, сказал, ну, ладно, голодный, хотите быть евреем, ну, ну, будьте, ну, ну, хорошо исполнять, Он прямо, ну, говорит, он несмысленный, но глупые галаты у вас, у которых Христос был, как будто у вас распитый, скажите, через делальный закон или через наставление веры вы получили крещение Духом Святым. Через наставление веры. Ну, а что же вы, такие неразумные, начавшие духовно, теперь заканчиваете плотью? То есть он именно видел в этом. Вот галатам во второй главе говорит, 15 стих. Мы по природе иудеи, а не язычники, они из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисусу, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Он уже имел дела закона, говорит, ну, как только я узнал, что можно оправдаться Иисусом Христом, я все оставил и принял это самое лучшее оправдание в Иисусе Христе, хотя я, говорит, еврей по национальности. Так Авраам поверил в Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Это он говорил язычникам. Я поздравляю вас. Если кто-то верующий сегодня здесь, вы сын Авраама, и благословение Авраама, и на нас распространяются уже. Независимо, русский я, украинец, молдаванин или армянин. Только через Иисуса Христа. И он, говорит, я когда посмотрел, я понял, что вообще закон этот все блекнет по сравнению с Иисусом Христом. И я захотел, говорит, явиться с праведностью, которая не от закона, а через Иисуса Христа. И в пятой главе «Если же вы христовы», это еще я прочитаю стих, «Если же вы христовы, то и семья Авраамова и по обетованию наследники». Наследники Авраама! Вам нечего искать еще раз наследство. И в пятой главе говорит, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Вот я, Павел, говорю вам, «Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Это страшно. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А что у нас есть тогда? Забери у нас благодать Иисуса Христа. Что у нас есть? Да ничего нет у нас. Все, что мы имеем, это через Христа, во Христе, через веру. Драгоценнейшее обетование. И поэтому, мне так хотелось бы, чтобы сегодня мы услышали слова Павла, которые он, взирая на нас, говорит, «Я прославляю служение мое». Вы, язычники, вы получили в Иисусе Христе все благословения. Вы стали частью наследия Божия. Вам принадлежит обетование жизни настоящей и будущей. Вам открываются небеса. Нам есть за что бороться. Нам есть в чем стоять. В этой свободе, которую даровал нам Христос. Действительно, закон, он учит нас. Он и сейчас нас научает. Он и сейчас нас ставит в зависимости от Иисуса Христа. И сейчас показывает нужду в Иисусе Христе, как в Спасителе, как в нашем Избавителе, как все во всем в Иисусе Христе. И мы должны дорожить этим. И все-таки, то есть, так как я говорил об Израиле и о христианстве, и, может быть, некоторые поняли, что это какое-то противопоставление, как бы одних противопоставил другим. Я не хочу сказать, что это так. Потому что апостол Павел сказал, это правильно, что великое преимущество во всех отношениях. Они донесли для нас понимание поклонению живому единому Богу. Да, через страдания. Да, действительно, народ израильский для того, чтобы быть нам примером, перенес очень много. Потому что они были точно такие же, как и мы. несовершенные, спотыкающиеся на каждом шагу. Но Бог показывал через них. И если посмотреть по всей Библии, то мы, скорее всего, согласимся, что Он не закрывал глаза на их неправильные поступки. Они не жили в таком иллюзивном мире, а, скорее всего, были наказываемы, чтобы в грядущих веках мы понимали отношения с Богом, понимали, что и существует с благодатью еще страх Господень, который начало мудрости, который оберегает нас. И страх Господень, Он помогает. Мы не можем сказать о благодати и убрать страх Божий, потому что страх Божий – это начало мудрости. Если мы не боимся Бога, Бог тот же самый, как и в Израиле, Он сказал, и неверующие, никто из тех, которые вышли из Египта, не войдут. Почему? По неверию их. И если, говорит, они держатся в веру, то есть они отопали неверием, а мы держимся только верою, верою в Иисуса Христа. Мы не превозносимся над ветвями. Но неправильно будет, как некоторые утверждают, ну, говорит, мы же привились к Израилю. Мы не к Израилю привились, мы к Богу привились. И Израиль – это не лоза, это ветка, которая просто отломилась, а мы сейчас привиты. И они также привьются, но не к Израилю, а к Богу прививаются. Мы от Бога берем силы, от Бога благословение наше. И вот все же такие отношения к Израилю. Мы помним эту притчу Иисуса Христа, когда Он говорил о том, что именно блудный сын, когда он ушел и расточил все имение, и потом, когда он вернулся, то сын старший пришел с поля и сказал, ну вот, что там они веселятся, интересно. А, говорит, это твой, то есть по отцу потом говорит, это твой сын, который расточил все имение. И вот ты теперь устроил пир здесь, да, мне ничего не дал. Знаете, это в определенное время было, может быть, действительно, это Израиль и язычники, которые, как бы сказать, расточили все, ушли, и потом они, когда пришли, Бог устроил пир, и евреи не приняли. Сейчас поменялось время, и я хотел бы сказать, что мы сейчас, это в пользу встали старшего брата. Мы понимаем, что евреи сказали Богу, слушай, дай все, что ты пообещал нам, и мы пойдем жить сами. Он говорит, ну хорошо. То есть, вот то, что благословение земное, Бог отдал им, и у них действительно сейчас золото, там все прочее, но они вдалеке от воли Божьей. И вот в определенный момент, Бог все равно будет стучаться в их сердце, и они придут. Потому что написано, остаток спасется. И какое положение займем мы? Это. У нас должно быть сердце Отца. Израиль, это тот, который пропадает, который погибает, потому что не принимает Иисуса Христа. И у нас должно быть сострадание. У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Мы должны с радостью принять приход Израиля через Иисуса Христа в жизнь вечную. Мы должны сострадать им. И, наверное, вот это все-таки то, что сказал отец старшему сыну. «Все мое Твое через веру, не через родословие. Бог нам, уверовавшим, которые служим Богу, говорит, слушай, ты можешь радоваться, можешь веселиться о том, что Бог делает в твоей жизни». Давайте встанем и поблагодарим Бога за все те обетования, которые во Христе Иисусе исполнились в нашей жизни. О, Отец, мы понимаем, что ты помиловал нас, помиловал через Иисуса Христа. мы благодатью спасены. И это не от нас, не от дел. Нам нечем хвалиться. Господь, мы благодарны Тебе за каждый день, который мы живем здесь на земле, что Ты простираешь руку свою вообще к человечеству, что жизнь на земле еще не прекратилась, что Твоя благословляющая рука с нами. И мы просто действительно благодарны, благодарны Тебе за Твою незаслуженную милость. Мы дорожим тем, что Ты сделал в нашей жизни. И мы поклоняемся и превозносим Твой чудесный план нашего спасения. И мы знаем, что мы едины с Израилем, который верует в Тебя, который следует за Тобой. Мы также дети Авраама по вере. И это сделал Ты, это не сделали мы, это Ты заложил в Слове Своем. И все обетования, все наследие, то, которое в Тебе, оно принадлежит нам, и мы радуемся об этом. Господь, пусть наши сердца сегодня восторгаются милостью и благодатью Твоей Святой. Мы поклоняемся и славим Тебя, Бог наш. И благодарим Тебя за то, что Ты уже так много дал нам здесь на земле. Но Ты нам показал, что наше благословение не закончится здесь на земле, что Ты приготовил к нам нечто лучшее. Господи, спасибо Тебе, Боже мой. Мы дети Твои, и мы в радости будем проходить это земное поприще, и будем взирать на Тебя, начальника и совершителя веры, и будем ожидать этой чудесной встречи с Тобой. Когда мы только представляем, сердце наше ликует от милости Твоей, любви Твоей, помоги всякому уповающему на Тебя крепко утвердиться Духом во внутреннем человеке и никогда не выходить из Тебя. Да будет имя Твое благословенное и прославлено во веки. Аминь.